Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в новом 2014 году телерадиокомпания «Несвятай». В эти новогодние дни мы вспоминаем о событиях прошедшего 2013 года. Этот и выпуск мы посвятили культуре и всем, кто работает в этой сфере, кто дарит нам хорошее настроение, организует праздники, придумывает новые интересные события. В минувшем году коллективы художественной самодеятельности города отмечали свои юбилейные даты, участвовали в многочисленных конкурсах и фестивалях и привозили почетные награды. Обо всем этом мы и хотим напомнить вам в итоговом выпуске программы «Вспомни все». Самодительный народный хор «Истоки» хорошо известен в Новошахтинске. Он неизменный участник всех городских праздников и мероприятий. Репертуар хора давно полюбился слушателю красотой и духовностью народной песни со всем ее своеобразием жанрового содержания, музыкального языка и структуры. Созданный в 1989 году при клубе «Шахта имени Горького» хор «Истоки» званий народного получил почти 10 лет назад. Каждые три года коллектив подтверждает свое звание, выступает перед строгим жюри областного Дома народного творчества. В настоящее время «Истоки» находятся в преддверии этого важного для хора события. Руководитель коллектива Гельсина Аравилиевна Стоценко уверена, что с предстоящим испытанием «Истоки» обязательно справятся, ведь за прошедшие три года в профессиональном плане хор шагнул далеко вперед. Детская музыкальная школа – это кузница творчества и мастерства. Сюда приводят своих детей, чтобы научить петь, танцевать, играть на различных музыкальных инструментах. Педагоги здесь работают по зову сердца. Они творческие и талантливые люди. Ведь найти подход к каждому ребенку под силу только тонкой натуре. Отыскать талант, развить его и показать – вот задача педагога. Мои дети очень ответственные, занимаются с большим интересом, очень любят петь. Все трудолюбивые, трудоспособные. Мне очень приятно с ними заниматься. Я вижу, как они… Знаете, когда в человека вкладываешь и видишь это, что обратная связь идет. Мне самой очень нравится с такими детьми заниматься. Учащиеся детской музыкальной школы недавно вернулись с очередных конкурсов, где показали отличные результаты. Зинаида Ленична Ким и Екатерина Петровна Воробьева – преподаватели вокала. Их ученики принимали участие в международном конкурсе «Южная звезда». Все дети вернулись домой с грамотами, кубками и призами. Они привезли дипломы первой, второй, третьей степени и дипломы лауреата второй и третьей степени. Почти каждый день ученики приходят на занятия вокалом, где с большим удовольствием поют. Любовь к пению плюс труд – все это дает свои результаты. Рассчитывала ли Валерия на победу в конкурсе? Я знаю то, что не победить я никогда не смогу. Преподаватель фортепианного отделения Надежда Валентиновна Зайцева вместе со своей ученицей Олей Сазоновой побывали в Батайске на конкурсе «Национальное достояние». Участие было непростое. Конкурс престижный и конкурсантов было много. Члены жюри – преподаватель консерватории, а возглавил судейскую коллегию – президент Ассоциации музыкальных деятелей из Швеции. Несмотря на сложную психологическую обстановку, Оленька вспомнила все, чему ее учила Надежда Валентиновна. Смогла собраться и сыграть на отлично. Результат превзошел все ожидания. Оля не только получила диплом лауреата первой степени, что уже похвально, ведь она занимается на фортепиано всего полтора года, но и приглашение в Италию. Между ученицей и педагогом сложились довольно теплые и доброжелательные отношения. Безусловно, это и приводит к подобным результатам. Я хочу еще поблагодарить Зайцеву Надежду Валентир, за ее профессионализм, усидчивость, терпение, за то, что она меня уже полтора года учит любить и понимать музыку. Играть на синтезаторе детям очень нравится. Это довольно-таки молодой инструмент, который смог быстро завоевать детские сердца. Татьяна Евгеньевна Калашникова, преподаватель класса синтезатор и эстрадная фортепиано, и ее ученики тоже не остались в стороне. На конкурсе «Национальное достояние» ее ученица Анна Даниелян стала лауреатом второй степени, а Валерия Шкутова завоевала степень лауреата второй степени, еще и получила приглашение в Венгрию представлять Россию на весенних играх 2013 года. Не меньшей популярностью среди воспитанников музыкальной школы пользуются танцы. Танец – это жизнь. В школе работают два замечательных педагога по хореографии. Это Валентина Ивановна Маслякова и Олеся Владимировна Князева. О них смело можно сказать, что это педагоги с богатой фантазией и творческим подходом к постановке танцев. Несколько хореографических коллективов преподаватели возили на конкурс в Шахтинский музыкальный колледж. Если ты сбился, то не надо переживать и показывать испуганность на сцене. Надо все равно улыбаться и идти дальше. Хоть какая бы у тебя там ни была ошибка. Коллектив «Новая волна» за зажигательный эстрадный танец получили звание лауреата первой степени. За народный танец – лауреата второй степени. Танцевальный коллектив «Задоринки» также не остались без дипломов. В категории «Современная хореография» они получили звание лауреата первой степени, а за танец «Барыня» – лауреата третьей степени. Юные танцоры из группы «Радуга» под руководством Валентины Ивановны Масляковой были неотразимы. Они привезли диплом лауреата первой степени. Упорные занятия, каждодневный труд, любовь педагога – вот главная причина успеха. Я очень люблю свою профессию, я очень люблю своих детей. И они настолько близки мне, что я нахожу общий язык с ними. Я живу их жизнью и жизнью музыкальной школы. Что же, наши дети просто большие молодцы. Пожелаем им дальнейших успехов в творчестве, покорения новых вершин, а педагогам – неиссякаемая энергия и благодарных учеников. Кто пляшет и поет, тот долго проживет. Под таким девизом вот уже 20 лет при Доме культуры поселка Новая Соколовка существует самодетельный хор «Россияночка», бессменно руководит которым Светлана Васильевна Мирошниченко. За эти годы коллектив цинскал не только известность, но и симпатию зрителя. Мы такие молодые, мы такие энергичные, мы такие талантливые. Нас знают не только на Новой Соколовке, но и в городе, где мы постоянно выступаем, на городских фестивалях, на праздниках. Хотя новошахтинским зрителям «Россияночка» не ограничивается. География ее выступлений значительно шире. Это и Старочеркасск с его популярным фестивалем «Казачьи песни», и множество далеких и близких хуторов и поселков Донской земли. А недавно «Россияночка» впервые приняла участие в международном телевизионном фестивале «Казачьи песни» «Покрова на Дону». Нас радует то, что мы показываем себя. Нас радует то, что мы обидеваемся опытом и перенимаем опыт у более профессиональных, у народных коллективов. Наша мечта – защитить звание народного коллектива. Но нам только 20. Я думаю, у нас еще все впереди. Мы обязательно все успеем. В репертуаре коллектива более 300 разножанровых произведений, в их числе авторские и народные песни, лирического, патриотического, социально-исторического содержания. Много частушек. Часть из них посвящена самому хору «Россияночка». В них говорится о неизбывной любви к русской песне, к своему коллективу, о взаимной радости, которую несет каждая встреча со зрителем. Спасибо всем, кто приходит к нам на наши концерты. Мы всегда радуемся нашим зрителям, их аплодисментам. И самое главное – наш девиз прост. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Мы по жизни идем с песней, а рядом с нами всегда неизменный, любимый нами наш зритель. Выступление с концертами в школах искусств области для артистов Ростовской филармонии стало традиционным. Каждый ребенок должен иметь возможность услышать, как по-настоящему звучит его музыкальный инструмент, и понять, каким вершинам мастерства нужно стремиться в процессе обучения. Недавно профессиональные музыканты побывали в гостях у тех, кто только стремится ими стать – учащихся детской школы искусств поселка Новая Соколовка. Эта встреча далеко не первая для ребят. Доброе общение школы с профессиональными артистами Ростовской областной филармонии длится уже более 20 лет. И как минимум дважды во время учебного года даются разножанровые концерты для детей. После каждого такого концерта у учащихся появляется позитивное такое желание учиться, подражать артистам, которые выступают, и стремятся к конкурсам. Берут пример, очень нравится. Я считаю, что это очень хорошая работа, позитивная. Кроме прекрасных музыкальных произведений, артисты знакомили ребят с культурой поведения в концертном зале и оперном театре. Делалось это ненавязчиво и весело, посредством юмористических рассказов и шуток. Ведущие концерта, заслуженные артисты республики Лилия Никольская и Юрий Пономарев сумели вызвать бурю детского смеха и полностью расположить к себе зрителя. Музыка во все времена – это волшебная страна. И в эту страну всегда открыт путь. Мы посредством концертов, выставок, фестивалей, конкурсов воспитываем своих учащихся, приобщаем их к искусству, к музыке, к творчеству. В детскую музыкальную школу приходят не только дети соприкоснуться с миром искусства, но и люди старшего поколения. Нина Максимовна Соколова с удовольствием рассказала о творческом коллективе «Хори Олимп», руководителем которого она является вот уже 30 лет. Расшифровывается название «Олимп» как объединение любителей искусства, музыки, поэзии. И это не пустые слова. Пересчитать репертуар песен невозможно. Хор поет буквально все – народные, лирические песни, патриотические. И что бы они ни исполняли, пение получается от души, от сердца. С удовольствием нас слушают и ждут, даже просят. Коллектив постоянно собирается на репетиции, так как часто выступает, ездит на различные фестивали. Вот и 1 сентября в Новочеркасске на главной площади в поддержку Войскового Вознесенского кафедрального собора собрался один большой казачий хор со всей области. И хор «Олимп» был в числе участников. Вот каждый из нас был частица Родины, вот каждый. Сводный хор огромный. Стояли эти дирижеры. Мы вышли уставшие, но все такие были счастливые. Атмосфера в коллективе сложилась теплая и дружеская. Это наша жизнь, это наша отрада, понимаете? Это вот сердце наше, вот здесь, у всех. Мы одна семья, у нас нет разногласий. Мы вот одна семья, приходим сюда, мы душой отдыхаем, душой. Многие женщины, я говорю, одинокие, летят сюда, потому что находят здесь какое-то свое утешение, находят здесь любовь к музыке, к песне. Все ходят с большим удовольствием. С огромной любовью Нина Максимовна отзывается о своем хоре. Ну все замечательные, но я, вот кажется, вы знаете, ну самые красивые девчата это мои. Вот нет у меня некрасивых. Коллектив хора «Олимп» благодарен своему руководителю за труд, терпение, профессионализм и простые человеческие качества. Мы ее очень любим, уважаем, ценим, прислушиваемся к ее мнению. Она действительно нас научила правильно петь. Вот, и мы с удовольствием сюда приходим. Она у нас очень доброжелательная, очень общительная, душевная. Желаем хору «Олимп» творческих успехов, крепкого здоровья и чтобы как можно дольше продолжали радовать нас своим творчеством. А я чернява, как на тот чернявый, крыльный день сбирал и с казаком гулял. Отдавая ребенка в музыкальную школу, не каждый родитель уверен, что из-за его чада непременно вырастет великий композитор или известный певец. Но все же взрослые справедливо полагают, что именно занятия музыкой помогут их детям гармонично развиваться, совершенствуя свой интеллект, духовно-эмоциональную сферу, культурный уровень, выливые качества. А это, согласитесь, уже немало. На протяжении 40 лет стены детской школы искусств в поселке Новая Соколовка являются свидетелями непрекращающегося процесса становления личности, восхождения от простого к сложному, от низшего ко все более совершенному. На глазах педагогов и родителей не сразу, но постепенно возрастает степень сознательности, просвещенности, умственной и духовной зрелости каждого ребенка. И этот прогресс закономерен, ведь детской школе искусств присуща особая атмосфера творчества, сосредоточенного труда, дисциплины и в то же время ярких эмоциональных ощущений и почти домашнего уюта и тепла. Нашу школу искусства можно сравнить даже, образно говоря, с морской такой раковиной, которая с годами формирует, формирует и превращает маленьких, неопытных детишек в настоящих жемчужин нашего общества. Потому что люди, которые заканчивают школу искусства, они благороднее, культурнее, образованнее, грамотнее. Количество вкладываемых педагогами душевных и физических усилий в каждого ученика, прямо пропорционально результатам деятельности последнего. Наставники детской школы искусств по праву испытывают удовлетворение плодами своего труда. По итогам подходящего к завершению учебного года, школа заняла лидирующую позицию среди подобных учебных заведений области. Одним из критериев оценки деятельности учреждения являлось количество побед его учащихся во всевозможных конкурсах. В этом году учащиеся из города Новошахтинска, из трех школ, которые относятся к Министерству культуры, это детская школа искусств, музыкальная школа и школа имени Овечкина, мы заняли 508 призовых мест за учебный год. Из них 252 призовых места, это заработала детская школа искусств. Я считаю, что это очень высокий результат. Это результат не просто, а как бы показной. Это говорит о том, что за этим стоит большой труд педагогического коллектива, прежде всего, его профессионализм и, конечно, умение работать с детьми. Нужно ли ребенку заниматься музыкой? На этот вопрос уже четыре десятка лет педагоги детской школы искусств уверенно дают положительный ответ. И не только потому, что музыкальная культура является одним из важнейших условий воспитания нравственной культуры, но и по другим не менее важным причинам. В клубе поселка Горького пять лет назад организовалась вокальная группа «Русское поле». И берет она свое начало из хора «Истоки». Казалось бы, срок небольшой, но эту группу знают в городе и за его пределами уже многие. Они участвуют во многих мероприятиях, посвященных Дню Города, Дню Победы, памяти погибших в Великой Отечественной войне. Да все и не перечислишь. Ездят на различные фестивали. Выезжаем часто на смотры. Были в станице Старочеркасской, Пухляковской. В этом году мы были на фестивале «Донские покрова», который проводился в каменоломнях. Наша съемочная группа не раз была свидетелем творческой работы вокальной группы. Поздравляя юбиляров, которые прожили вместе 60 лет, «Русское поле» пели для них, поднимая супругам настроение. Руководитель творческого коллектива Андрей Михайлович Науменко – баянист, в прошлом шахтер, всю жизнь шедший с песней «Бок о бок», участвовал в самодеятельности в клубе поселка Горького. В вокальной группе «Пять человек». За время существования коллектива в репертуаре группы собралось более 200 песен различной тематики. Это авторские и русские народные песни, песни советских композиторов и многие другие произведения. Два раза в неделю в клубе проходят репетиции. Работающие участники группы специально берут выходные дни для любимого занятия, чтобы кработливо разучивать новые песни и отрабатывать свой профессионализм. Мы не могли не спросить о планах коллектива. Продолжать творчески развиваться, также ездить по фестивалям. Желание очень большое – ездить по селам. Мы несколько раз выезжали, но, к сожалению, знаете, сейчас же время такое. С транспортом проблемы. А так желательно бы погастролировать. Искренне пожелаем русскому полю творческого вдохновения, радости и исполнения мечты. Китае, Китае, Казакинку пытает. Мы всегда под напряжением, мы не можем без движения. Хореографические коллективы и вокалисты детской музыкальной школы приняли участие в первом международном конкурсе искусств, проходившем в польском городе Красичин. Об успешном участии юных артистов в конкурсе по телефону сообщили педагоги. Поэтому встреча победителей была долгожданной и очень радушной. Привезли два гран-при. Два первых места за Доринки. Три первых места у нас вокалисты привезли. Одно второе. Столько много наград, что одна группа привезла. Супер! Мы танцевали «О моя Россия». Это вне конкурса был танец. И потом мы пели песню о казачестве и с флагом «Воединенная Россия». Но сказали поляки, что мы не дошли до такого уровня, как вы. Наши вокалисты очень выделились и хорошо выступили. Конечно, конкурс был тяжелый, было сложно. Но мы взяли свое. Что мы хотели, то и получили. Это благодаря нашим учителям. Олесе Владимировне и Валентине Ивановне. Дети восприняли сначала эмоционально все, с настроем, что нас было очень много и мы не видели никого. Было страшно. А потом мы собрались, придумали клич задорный. И все вместе, со всей компанией, со всей душой, как одним, единственной дружной семьей мы победили. Аж до сих пор хочется плакать. Оба ансамбля взяли первые места. Причем «Радуга» в данном составе выступала впервые. Неудивительно, что девочки взахлеб и наперебой рассказывают о пережитых волнении и восторге от неожиданного фурора. Мы очень-очень волновались. Когда говорили девятое место, мы на каждом месте выдыхали. Мы думали, если уже не пятое место, то значит уже не будет места. А когда последнее самое говорили, первое место. Город Новошахтинск. Мы прямо аж так обрадовались. Это наша первая награда, и мы ей очень гордимся. Особенно, когда говорили Новошахтинск, мы поначалу, некоторые девочки сразу обрадовались. И когда нас назвали, прям все так радовались, выскочили. В нашей номинации было 18 коллективов. Мы, конечно, очень переживали, волновались. Эмоции нас переполняли, потому что хотелось нам хотя бы в пятерочку войти лучших. Потом мы хотели хотя бы на третье. Но, как оказалось, заняли первое место. Старались не думать о месте. Мы хотели очень хорошо выступить. Все время тренировались, все время репетировали. И мы все время надеялись на победу. В течение всего номера. Настолько они были эмоциональны, красивы. Сохранили все точки синхронности. Нож как ножки. Все, в общем, начали красиво и закончили все, как положено. Когда на сцене исчерпаны все возможности юных участниц конкурса, такие как техника исполнения движений, артистизм, самобытность, в состязании включаются интеллект педагога и финансовые возможности школы. От первого зависит оригинальность и композиционное построение танца, а от второго – его костюмированность и зрелищность. Детская школа искусств на наряды никогда не скупилась. Каждый костюм – это маленькое произведение искусства, удивляющее как выдержанностью стиля, так и неординарностью изготовления. В этот раз у нас были костюмы, значительно лучше, чем у других коллективов. Такого уровня танца практически не было. В основном-то были чисто народные, и где участвовали дети вместе с мальчиками, казацкого направления. У нас более такого русского направления танец, лирического настроения. И сами костюмы все-таки, наверное, помогли в решении жюри. Свою лепту в общий успех внесли и вокалисты, и пианисты, и художники. Соня Кольцова и Оля Казьмина дуэтом выступали впервые. Но это не помешало стать девочкам дипломантами первой степени Всероссийского конкурса «Южная Олимпиада звезд». Выступление на конкурсе для Вики Сопиной тоже стало дебютом. Но и с сильными соперниками, и с собственным волнением Виктория справилась без особого труда. Помогли усердные занятия и твердая вера в успех, внушаемая опытным педагогом Надеждой Борисовной Максимовой. «Под покровом Пресвятой Богородицы» – так назывался конкурс, в котором приняли участие юные художники детской школы искусств. Четверо из них стали победителями. Это Ангелина Сечкарева, Настя Панченко, Надежда Науменко и Лина Орловская. Девочки признаются, что испытывали особое вдохновение, когда рисовали эти картины. Возможно, впервые юных душ коснулась Божья благодать. В детской школе искусств конкурсная работа и концертная работа поставлены на очень высоком уровне. За предыдущий год учебный в детской школе искусств дети завоевали 350 призовых мест. С начала учебного года этого, с сентября месяца, у нас уже 44 призовых места. Это, прежде всего, заслуга, конечно, педагогического коллектива. Это говорит о том, что педагогия работает с богатым педагогическим опытом, работает творчески. Первая учебная четверть для учеников и преподавателей детской школы искусств увенчалась заслуженным успехом. Но ученики не зазнаются, помня наставление Татьяны Сергеевны Сергеенко. Успеху радуйтесь, но не гордитесь. Да и педагоги не намерены почивать на лаврах, а это уже является залогом новых свершений и побед. Это, на первый взгляд, работа в культуре кажется легкой. Дарить хорошее настроение людям – тяжелый труд. И когда мы с вами переходим на концерты и театральные постановки, массовые гуляния и выставки, чтобы отдохнуть, работники в культуре в это время напряженно трудятся. Поздравить с праздником библиотекарей, работников театра, музеев, клубов в Новошагинском драматическом театре собрались многочисленные гости и руководители города. Вы сами как праздник, потому что вы делаете все наши городские праздники. И летом в жару, и зимой в холод. Это и масленица, и крещение. Да можно бесконечно перечислять все наши праздники, которые происходят благодаря вам, благодаря вашему труду. Своих коллег по цеху поздравила и руководитель отдела культуры Нина Григорьевна Коновалова. Для вас же праздники, дорогие мои, это будни. Благодарю вас за искренний энтузиазм, за большую ответственную каждодневную работу. Ваш труд всегда на виду. Живите с огоньком в глазах, со светлой мечтой в сердце. Дарите людям счастье, мир и хорошее настроение. Очень приятно, что среди многочисленных работников культуры благодарственные письма получили сотрудники нашей телекомпании. Приятно, что нас причисляют к числу людей, несущих просвещение и культуру в массы. Мы действительно принимаем участие во всех мероприятиях, проводимых учреждениями культуры города. Благодаря телевидению новошахтинцы имеют возможность больше узнать о работе учреждений культуры, почувствовать атмосферу праздников, увидеть работу людей, преданных своему любимому делу. Дорогие новошахтинцы, от всей души хочется вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пусть он принесет вам много радости, пусть он принесет успехи и удачи, пусть он принесет вам побольше материального благополучия, чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы ваши дети никогда вас не обижали, чтобы вы были здоровы, чтобы были здоровы также и они, потому что дети – это наше будущее. Пожелать всем жителям нашего города ярких впечатлений, новогодних праздников, красивых, незабываемых, чтобы в ваших семьях было тепло и уютно, чтобы в новогоднюю ночь в каждой семье было сытно, богато, чтобы обязательно стоял запах ели, чтобы обязательно пахло мандаринами, потому что это все связано с нашим детством. И пусть дети наши, которые живут в нашем городе, помнят это, знают и сохранят на долгие годы тоже. Пусть будет счастливо, тепло и уютно в ваших семьях. Будьте здоровы, счастливы, пусть удача сопутствует во всех делах, пусть будет достаток в семьях, и наш город живет и процветает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok